С государства и с меня надо спрашивать. Где деньги? Александр? Ударите на путь! Я! Иди на рейс! Остановитесь! Не делайте это! Александр Лукашенко на 888-м дне правления начинает готовиться к экзаменам. Нам придется сдавать один и второй экзамен и отчитываться перед народом. Наши люди умеют спрашивать. Речь о президентских и парламентских выборах, которые могут состояться уже через полтора года. У нас начинается политическая вакханалия. В связи с этим глава государства призывает чиновников не сбрасывать заданные обороты. Народ нам этого не простит. И предупреждает их насчет коррупции. Не потому что я хочу показаться таким крутым. Вопрос не в этом. Коррупция съедает все. Это ржавчина. Но одним лишь предупреждениями эта ржавчина почему-то не удаляется. Сколько бы я ни говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток, полтора десятка начальников в год. Это не нормально. Зато совершенно нормально, когда отсидев полгода, большинство чиновников отправляется поднимать убыточные колхозы. И круговорот коррупционеров повторяется вновь. Давай по новой, Миша. Все хуйня. Но главное в работе чиновников – человечность. Относитесь по-человечески к людям. Там, где надо заставить работать кого-то, заставьте. Кому надо помочь – помогите. И если про помощь пока еще никто ничего не слышал, то заставить в действиях чиновников прослеживается довольно четко. Власти опять наступают на старые грабли. В землянки уйдем, но со всех тунеядцев деньги соберем. Уже с 1 января неработающие белорусы будут платить за горячую воду почти в 5 раз больше. Еще через год и за отопление. Причем к категории тунеядцев автоматически отнесут всех, кто работает или учится за границей. Справку о занятости нужно будет принести в специальную комиссию. Предыдущая версия налога на тунеядство, декрет номер 3, вызвал самые широкие в истории Беларуси протесты. Не хочется так жить, и я очень рада, что народ проснулся. Уходи! 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 Волнения в обществе могут начаться и сейчас. Ситуация усугубляется стабильно низкими заработными платами, постоянным ростом цен и полным отсутствием каких-либо перспектив. Экономика основа всего. Будет экономика, значит, все остальное, что я сказал, будет. А экономики нет. Как ни крути, что не придумывай, государственное предприятие неэффективное, а перспективные инвесторы с деньгами сюда не идут, боятся погрязнуть в красно-зеленом болоте. Да сейчас надо инвестора обнимать, целовать, водить за руку по Минску, чтобы он работал, он же валюту везет сюда. А у нас согласование, пересогласование, разрешение какие-то и издевательство. Эти слова звучали еще 7 лет назад. Инвесторов нет до сих пор. Да и зачем им сюда идти? Достаточно просто открывать новости Беларуси и читать. Государство готово вытолкнуть частника на обочину алкогольного рынка по жесткому сценарию. Если посмотреть на белорусских предпринимателях, деловых людей, у них руки должны быть все синие. Потому что им все время по рукам бьют. Бьют по рукам. Ну попробуйте, если вы ребенка растите, бить по рукам ребенка. А некоторых по голове бьют. Однако у Лукашенко своя модель, так называемое белорусское экономическое чудо. Или же просто лукономика. Мы взяли другой курс. Сохранить производство. И каждого человека, кто хочет работать на этом производстве, оставить у станка на фабрике и заводе. Другие страны пошли по другому принципу. Нет реализации, нет работы. На улицу. Другие страны просто тупые, а Беларусь умная. Просто денег нет. Где же эти деньги? Если люди работают на предприятии, которые производят продукцию, которые не продаются, и они получают за эту зарплату. Ну даже если они все добросовестно работают и так далее, но эта продукция не востребована. Люди выплачивают зарплату не за то, что они работают, а за то, что они приходят на работу. Но это фактически альтернатива выплаты пособия к безработицы. Не обманешь. Объективная экономика, объективные экономические законы, они таковы, что, как ни пытаясь их обмануть, никому не удавалось обмануть. Никогда и никому. И даже блестящему экономисту. По несчастью я попал на экономический факультет и там уже отмучился за себя, за всех своих будущих детей. Это была беда. Но пришлось осваивать. И поскольку я уже был взрослым человеком, я как компьютер-голова отбирала только то, что нужно мне для работы потом в экономике. Александр Лукашенко экономист уникальный. Еще ни одному экономисту в мире не удавалось за 24 года увеличить внешний госдолг с 1 до 17 миллиардов долларов, сократив параллельно с этим население на 730 тысяч человек. То есть минус 84 человека и плюс миллион 720 тысяч долларов долга в день. Приходится брать у России новые кредиты, чтобы можно было рассчитаться по старым. И так до бесконечности. Президент может отметить день бесконечности. Ровно 8 888 суток прошло с момента вступления Александра Лукашенко в должность главы государства. Успех лидера измеряется не днями, а результатами. Три деноминации и рекордная эмиграция. По оценкам экспертов, до полутора миллионов белорусов работают за границей. В самой Беларуси уже более трех миллионов человек не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг. Отсутствие независимых судов и свободы слова компенсируется произволом силовиков, государственной монополией в СМИ и дырявой конституцией. Дима, они не знают законов. О чем ты говоришь? Что я ему буду объяснять? Какие законы вы в Беларуси? Армия, где за все время стреляешь лишь пару раз на полигоне, скорее калечит, чем учит защищать родину. Все откосили от Анны. Там бы хоть мозги прочистили. Всех в армию, Леонид Семенович. Образование тоже воспитывает у учащихся правильное для государства мнение и учит покорности, нежели готовить специалистов с мировым именем. А преподаватели и врачи получают копейки. Но памятники им не ставят. Памятники ставят милиции. Причем по всей стране. Духовное знамя появилось у минского ОМОНа. Неуважение к национальной культуре, истории и языку. Да и к собственным гражданам. Рекордные места в рейтингах по пьянству и количеству самоубийств. Официально все это называется... Государство для народа. Неофициально... Островок стабильности. Ну а тем, кто увлекается нумерологией, советуем ждать следующей символичной цифры. 9999 дней Александра Лукашенко на посту президента. Не соштите это за какой-то пиар. Он мне абсолютно не нужен. У нас не завтра президентские выборы. Пока в музыкальной школе Подгродно дети с сентября занимались в классах без света, Лукашенко встречал отполированный, по его указанию, к 7 ноября городской поселок Болбасово. Я, конечно, немножко вас избаловал. В России и Украине этого нет. Наших братских республик, что на руках людей носят. Выжил, выжил, нет. Рынок, как у нас принято сейчас говорить. Там же, куда Лукашенко еще только поедет, людям сносили старые заборы и приказывали ставить новые. За свои деньги. Говорит, через вашу деревню может ехать президент. Надо вам покрасить заборы. Через пару дней приезжают, давай они ломать тут. Я подхожу к ней, говорю, а что вы ломаете? Таргонский приказал сломать ветхие заборы и все поломать. Где люди поставить могут за свой кост? У этого плод вот этот вот. Як людям треба самым на хлеб себе оставлять. А вот зачем хорошие дороги там, где нога Лукашенко никогда не ступала и ступать не планирует? Деревня Дертники. Обычная белорусская деревня коих тысячи. Особенность же ее в том, что раньше здесь была хорошая вымощенная камнем дорога. Потом ее засыпали, хотели положить асфальт. Но что-то явно пошло не так. Мы уже раскали. Асфальт не хватило 9 километров. Ездить на конику можно, а на машине это вели мне небеспечно. Як после бомбежки. Так? Тут, ты знаешь, и ходить небеспечно. И общественный транспорт перестал ходить, потому что очень убивается техника. Вронить же автобус постоянно ходил. И вот на таких мелочах, как эта дорога, снос заборов у людей или музыкальная школа без света, изыждется сегодняшняя Беларусь. Люди не выбирают мэров, чиновников, начальников. Их выбирает Лукашенко. По принципу лояльности, податливости и безинициативности. Ну то есть тех, кто сильнее других машет головой. А потому и получается, что миллион долларов на туалет в Гомеле есть, а на дорогу в деревне Дертники нет. Элитная поликлиника для чиновников в Минске построилась без проблем, а заборы в Шиловичах ставить не за что. На здание Верховного суда с фонтаном, с подсветкой, в Минске 30 миллионов долларов нашлось без проблем. А дети в деревне Гродно учились почти 4 месяца без света. Детская больница в Вобруйске уже 30 лет ждет ремонта и потихоньку разваливается. Надо считать деньги, считать деньги везде. И деньги надо отдавать туда, где, ну, просто они необходимы и не обойдешься. На детишек тратить. На денег нет. Где же эти деньги? Даже, говорят, Корбут не знает, где эти деньги. Ну, так вот, я вам отвечаю на этот вопрос. Это же не секрет, пожалуйста. Где деньги? Нет денег. Правда состоит в том, что мы сволочи. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Знаете, в чем особенность моя? Я до сих пор не понимаю, почему меня избрали президентом. На этом сегодня все, однако не пропустите удар-поддых через несколько дней. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. До новых встреч и хороших вам новостей. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...